Это программа Наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Почти 4 миллиарда рублей в этом году направят на модернизацию здравоохранения Алтайского края. Такую цифру озвучил руководитель регионального Минздрава Дмитрий Попов. Большая часть денег пойдет на модернизацию межрайонных медицинских центров. Будет закуплено высокотехнологичное оборудование, транспорт, отремонтируют районные больницы. По словам чиновников, это повысит доступность медицинской помощи, что называется, на местах. Пациентам не придется ездить на лечение в краевой центр. Создание службы реанимации по оказанию экстренной неотложной помощи и модернизация медицинского оборудования первоочередного, которое требуется, и ремонт, по сути дела, большинства районных больниц и поликлиник. В этом году 17 детских поликлиник. В целом на модернизацию здравоохранения региона заложено порядка 20 миллиардов рублей. Освоить эти деньги должны до конца 2024 года. А вот одно из крупных алтайских предприятий. Деньги должно вернуть банку. 140 миллионов рублей. У Иткульского спиртзавода арестованы счета из-за долгов Промсвязьбанку. В ситуацию вмешался губернатор Виктор Томенко. Глава региона предложил создать специальную рабочую группу и включить в нее заместителя председателя правительства Александра Лукьянова, чтобы вместе с руководством Промсвязьбанка они нашли выход из непростой финансовой ситуации. На крупном алтайском заводе работает более 400 сотрудников и для села Соколова это градообразующее предприятие. Напомню, о кризисе стало известно в феврале. Компания, в состав которой входит Иткульский спиртзавод, обанкротилась. И Промсвязьбанк, как один из кредиторов акционерного сообщества, арестовал его счета. В итоге алтайское предприятие оказалось в должниках. Сегодня на заводе нам подтвердили, что о сокращениях речи уже не идет. Долги по зарплате ликвидировали, работают в прежнем режиме. Тем не менее, в поселковой администрации подчеркнули, что люди, боясь нестабильности, продолжают увольняться и уезжают из села. Уехали, но не из села и не навсегда, в Берлин, представители туриндустрии Алтайского края. Там проходит всемирная выставка ITB. Уже в этом году поток иностранных туристов на Алтае может значительно вырасти. Это первые итоги, которые сделала наша делегация. Мы связались с участниками по телефону. Россия сейчас является в целом таким трендом и направлением, которому есть повышенный интерес. Особенно после прекрасно проведенного на высоком уровне чемпионата мира по футболу. Все-таки действительно интерес растет. В целом мы являемся частью России, частью этого тренда, этого движения. Большое внимание посетители уделяют Алтаю. Для них он остается уникальным уголком нетронутой природы. Туроператоры надеются, что общий интерес к России еще более увеличит привлекательность нашего региона. Продлится выставка до 10 марта. А уже сегодня вечером покажут первое выступление юного вокалиста. Барнаульский школьник участвует в известном музыкальном проекте одного из федеральных каналов. Мы уже не ждем, что проснется в ритм, чтит. Добрыня Кириенко 7 лет. Он учится в Барнаульской музыкальной школе номер 5. На своей странице в социальной сети ВКонтакте мальчик пригласил барнаульцев болеть за него. Добрыня растет в музыкальной семье. Его старший брат и две сестры тоже занимаются в музыкальных студиях. Мальчик поет с двух лет. Он постоянно участвует в конкурсах, занимает призовые места. Сегодня после отборочных прослушиваний станет известно, продолжит ли Добрыня участие в телеконкурсе. Будем болеть за нашего юного артиста и надеяться, что члены жюри оценят его талант. Вы же уже оценили работу участников нашего конкурса? Голосование закрыто. На протяжении недели мы получали от вас милые, смешные, трогательные поздравления мам, бабушек, сестер. Всего на почту нашей редакции пришло 14 зарисовок. Естренки, бабушки, маму. С праздничным мальтовским днем. В народном голосовании приняло участие несколько сотен человек. Лидеры определились уже в первые дни. Им удалось сохранить свои позиции. Победителями станут только трое, а будет и специальный приз. Имена счастливчиков назовем в вечернем выпуске. К сожалению, ей не повезло. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко по итогам четвертого дня соревнований универсиады осталась без медалей. В квалификации Яна стартовала под седьмым номером, но финишировала лишь 21-й. Кирпиченко проиграла победительнице 13 секунд. Правда, и с таким результатом ей все же удалось попасть в четверть финала, но в полуфинал пробиться не удалось. В субботу Яна будет участвовать в эстафете, побежит классическим стилем. Пожелаем ей и всей нашей команде удачи. Через несколько секунд вы узнаете, какой будет погода. Спонсор прогноза – ПАУ КБ «Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке «Восточной» по ставке 9,9% до конца марта. В крае переменная облачность, возможно, небольшой снег. В Камнино, Аби, Славгороде и Белокурихе до минус 5. Холоднее всего в Рубцовске – минус 8. В Барнауле южный умеренный ветер днем до минус 6. Телефон нашей редакции 722 440. Встретимся в вечернем эфире.